Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Сегодня 43-й день войны в Украине. В Брюсселе на переговорах разных уровней обсуждают предоставление этой стране военной и экономической помощи, а также введение новых санкций против России за вторжение. Уже прошли встречи министров иностранных дел стран Большой Семерки и переговоры глав МИД стран НАТО. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже начал свое выступление. Все это мы будем показывать в прямом эфире с переводом на русский язык. Давайте будем слушать Дмитрия Кулебу. Россия вздрюлась из Киева и из округа Киева, не потому что, как сказал пресс-секретарь Песко в России, хотела бы создавать и поддерживать конструктивную атмосферу, потому что украинская армия, вооруженные силы, их заставили уйти. И потому что им требуются дополнительные ресурсы для полномасштабной атаки на Донбассе. Поэтому, да, действительно, мы видим передислокацию российских войск с севера и с северо-востока на восток. Мы видим, что на Донбассе ситуация еще не достигла максимума. Мы видим, что ежедневно там происходят столкновения, и мы ожидаем их усиления, к сожалению. Битва за Донбасс напомнит вам, и я, к сожалению, это констатирую, но это так. Так вот, эта битва вам будет напоминать о Второй мировой войне, масштабами операций, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерией. Это не местная какая-то операция уже, судя по подготовке России. У России свой план у нас, свой. И поле боя решит, чем все закончится. Именно на поле боя все решится. И именно поэтому наши союзники как можно скорее, сейчас я сформулирую, должны как можно скорее сказать нам не о каких-то процедурах, которые необходимо выполнить, не напоминать нам о каких-то вопросах, которые необходимо решить, в каких-то формальностях перед принятием решения. Нет, здесь уже необходимо либо помочь нам прямо сейчас, и речь идет о днях, счет уже о днях идет на дни, не на недели. Иначе можно просто опоздать, и много людей погибнет, гражданские потеряют свои дома, деревни будут разрушены. Именно из-за того, что помощь пришла слишком поздно. Говоря о переговорах, И я уже об этом упоминал. К сожалению, моему глубочайшему сожалению, резня в Буче – это всего лишь вершина айсберга. Нам уже поступает информация из Мариуполя, что там все намного хуже во всех смыслах. Вы совершенно правильно формулируете вопрос, спрашивая меня о том, что я чувствую, говоря с русскими после всего произошедшего. И хотелось бы сказать две вещи. Первая. У меня к россиянам один вопрос. Кто они такие, что у них нет ни эмпатии, ни сочувствия к детям, которых они насилуют, к женщинам, к девушкам, к гражданским, к пожилым людям. Даже к животным нет сочувствия. Они убивают животных, домашних животных. Я не понимаю, кто эти люди. Слышу о том, что произошло в Буче, глядя на то, что произошло. И задавая этот вопрос, я спрашиваю себя также о том, что можно сделать, чтобы предотвратить подобные Бучи в будущем. Мы должны говорить. Мы должны говорить и договариваться о том, как закончить эту войну. Но я должен быть честен с вами. Очевидно и ясно уже, что позиции делегаций на этих переговорах будут зависеть от успеха их армии на поле боя. И от влияния санкций, которые накладываются на Россию. Вот два основных критерия, от которых будет зависеть наша позиция, их позиция и наша сила на переговорах. Именно поэтому нам нужно сделать все, чтобы сильнее были мы, чтобы победили мы. Вопрос от Associated Press. Да, спасибо большое. Марк Карлсон, Associated Press. Подскажите, обещали ли вам помощь военным оборудованием сегодня? Вы знаете, оружие – это деньги. Оружие любит тишину. И я не чувствую полномочий за собой раскрывать детали, но у меня нет сомнений в том, что у Украины будет оружие, которое ей необходимо для того, чтобы воевать эффективно. Вопрос лишь в том, когда. Уже мы не обсуждаем перечень оружия. Мы сейчас обсуждаем сроки, когда это оружие к нам поступит. И я уже объяснил, почему сроки крайне важны. Еще две недели назад достаточно было бы сказать, что именно будет предоставлено Украине. А сегодня гораздо важнее понимать, когда помощь придет. Поэтому союзники должны говорить сейчас именно о сроках, искать соответствующие решения. Спасибо, Ник Биг, BBC. Вы упоминали вооружение, когда оно будет предоставлено. Что здесь задерживает процесс? Отсутствие воли или логистика, с которой сталкиваются союзники НАТО? Также президент Зеленский упоминал недавно последний пакет санкций, наложенный на Россию, что они будут впечатляющим, но этого не будет все же достаточно. Есть ли у вас такое ощущение, что союзники немного придерживают оружие, помощь оружием, ожидая, что вначале сработают санкции? Ответ на второй вопрос нет. Мне кажется, что это два параллельных процесса, и мы видим прогресс по каждому из этих процессов, по каждому из союзников. Кто-то отдает предпочтение, активнее действует в разрезе санкций и не так охотно помогает вооружениям, а другие союзники, наоборот, консервативны больше в отношении санкций, и более активны в отношении оружия. В остальном здесь все просто. Мы очень ценим, что было сделано на фронте санкционном. И действительно, самый последний раунд санкций серьезный ущерб наносит России. Мы с нетерпением ждем принятия утверждения пятого пакета санкций Европейским Союзом. И если его в полном объеме примут, то можно будет смело сказать, что давление усилено еще больше. Однако, столь долго, столь Запад, скажем так, продолжает покупать российский газ и нефть, он таким образом поддерживает с одной стороны Украину как бы одной рукой и военную машину России другой рукой. Вот именно об этом говорил наш президент. Тот ущерб, который наносится России за счет санкций, он рассчитан на среднюю и долгосрочную перспективу, а наши люди умирают сегодня, и атаки совершаются сегодня. Поэтому нам необходимо предпринять шаги, которые уже сегодня смогут остановить военную машину России. И пока этого не произойдет, мы не можем говорить о полной эффективности санкций. Да, ущерб наносится, но его недостаточно, чтобы остановить военную машину России. Именно об этом я говорю. Первый вопрос касался оружия, правильно? В первую неделю войны я обратился с вопросом к одному из министров иностранных, готова ли его страна дать нам помощь в виде современного вооружения. И он сказал, Дмитрий, здесь все не так просто, потому что персонал необходимо обучать как минимум два месяца. Поэтому мы не готовы пока это делать. И вот если бы он тогда со мной согласился дать Украине это вооружение, то уже наши люди могли бы закончить это обучение, по крайней мере, большую его часть, где-то там через неделю. И у нас бы уже через неделю, через две было это вооружение. В этом и проблема. Я, конечно, ценю помощь наших партнеров. Там много моих друзей, личных друзей, но всегда есть вот эта проблема. Мы ломаем постоянно какие-то стены. Первая стена. Мы не направим вам оружие. Хорошо, эту стену мы сломали. Практически все готовы нам помочь вооружениям. Следующая стена. Это будет легкое вооружение, не тяжелое. Хорошо, разобрались с этим. И теперь мне вот говорили до недавнего момента постоянно, что значит это будет оружие для защиты, не для нападения. Хорошо, разобрались с этим, что Украина защищается, и поэтому для нас все вооружение, оно предназначено для защиты по определению. Поэтому хорошо, с этой стеной мы тоже разобрались. И вот мы снова находимся в ситуации, когда мы задаем вопрос, когда будет предоставлено это вооружение. Если бы мы начали этот процесс раньше, если бы нас услышали раньше, вот сейчас мы уже об этом бы не говорили. Я не знаю, это немного другое. Поэтому для меня ответ, он такой комплексный. Необходимо действовать вовремя, а не тогда, когда происходят трагедии, такие как в Буче. Я уже говорил партнерам, и повторюсь здесь, партнерам из Большой Семерки, из Евросоюза. Так вот, я повторю, и сейчас я знаю, что первоначальный пакет санкций усилили. Когда мы просили его усилить, нас проигнорировали, может быть, даже немного послабили, наоборот, позицию. И уже после того, как увидели фотографии из Бучи, с нами согласились, что санкции необходимо усиливать. И согласились с тем, что до того, что было предпринято, было недостаточно. Но сколько таких городов, как Буча, должны пострадать в Украине? Сколько детей, женщин, мужчин должны погибнуть? Сколько мы должны потерять, чтобы вы поняли, что нельзя уставать от санкций, потому что мы не можем устать от этой войны, мы должны продолжать сражаться. Вот так я описываю динамику наших отношений с партнерами, когда я говорю о тех стенах, которые мы рушим. Цена этого всего очень высокая, к сожалению. Господин министр, PBS News. Одна из ключевых тем на дипломатическом поле сейчас это гарантии безопасности и со стороны России в том числе. Есть ли какой-то прогресс здесь со стороны стран-член НАТО? Вы говорили о том, что вы осторожный оптимизм испытываете? Вот скажите, пожалуйста, НАТО как альянс. Должно ли, по вашему мнению, играть более активную роль? Вы знаете, я действительно осторожно, с осторожным таким аккуратным оптимизмом отношусь к действиям некоторых союзников, но не к НАТО в целом, когда речь идет о поставке необходимого вооружения для Украины в обозримом будущем. Я не знаю, может быть, что-то поменяется в будущем. Что происходит сейчас? НАТО, как организация, обращается к тем союзникам с призывом помогать, если они готовы помогать. Вот это то, что мы имеем на сегодняшний день. НАТО – это платформа. Нет, я не поднимал вопрос гарантии безопасности на этой встрече, потому что мы знаем четко, кого из союзников мы готовы рассматривать в качестве гарантеров такой безопасности, гарантов такой безопасности. Мы это обсуждали на наших встречах. Поэтому, конечно, сейчас уже у союзников больше понимания относительно того, что нам необходимо, но пока еще ни один из них не дал нам свое видение таких гарантий безопасности, только пока принимают наши комментарии. господин министр, в одном из видео в социальных сетях показано, как российский солдат, попавший в плен, как в него стреляют украинские вооруженные силы. Что вы об этом думаете? Я не видел этого, но я могу вам сказать, что украинская армия следует правилам и обычаям войны. Конечно, могут быть какие-то изолированные случаи, отдельные случаи нарушения этих правил, и каждый из них будет расследовано. Я хотел бы перепроверить, конечно, еще дату этого видео, потому что понимать, необходимо здесь одну такую вещь, хотя вы не поймете, простите, вы не поймете, к сожалению, что я чувствую после того, как видел фотографии из Бучи и говорил с теми, кому удалось спастись, и кто такого вы знаете, женщина, которую вы знаете, когда ее насиловали четыре дня, и после того, как подряд, четыре дня подряд, после того, как она спаслась и попала в Украину, она прямо к психиатру ее повели, и вы не знаете, к сожалению, что чувствуешь, когда знаешь, что солдаты российские насиловали детей. Это, конечно, не оправдывает нарушения правил обычной войны, не по одну сторону фронта, но такая моя позиция, простите. Хорошо. ЮАТВ, Виталий Сизов, ваш турецкий коллега, с которым вы встречались, если я правильно понимаю, достаточно оптимистично настроен, он говорил, что ваша встреча с Лавровым состоится, и они над этим работают. Скажите, пожалуйста, есть ли повод для такого оптимизма и для вашей очередной встречи с Лавровым? Из того, что я слышу от министра Лаврова публично, оптимизма я не получаю. И, по-моему, каждый комментарий, который он делает, он направлен на срыв переговоров, на провокации какие-то, а не на их продолжение. Я, тем не менее, уже единожды встречался с ним в Анталии как раз. И у меня нет относительно него никаких особенных чувств, которые бы мне помешали с ним встретиться еще раз, если это будет необходимо для прекращения войны в Украине. Министр Лавров это часть системы президента Путина и то, что он оправдывает бомбардировку больницы в Мариуполе и преступления, совершенные в Буче, военные преступления, совершенные в Буче, также в других городах и селах Украины, называя их фейками, делает его соучастником этих преступлений. Но я готов встречаться с ним, потому что он должностное лицо, официальное лицо, и если это нужно будет, чтобы смерти прекратились, я готов встретиться. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok